Всем доброго времени суток, уважаемые, а также подписчики и гости моего канала. И всем доброго времени суток, подписчикам и гостям моего канала. Сегодня встретились на большом расстоянии, преодолев почти 600 километров, люди из Хабаровска и люди из Белогорска. С вами сегодня будет уважаемый человек Фишн Гальцев. Пару баб. Да, и мы что решили сделать, снять такое видео и наверное как бы разрушить мифы или стереотипы, разрушителями мифов выступить. Сегодня у нас в Цезграве будут присутствовать две лодки. Это лодочка Штурман, 330 длины, комплектация у нее МАКС. То есть алюминиевые паёлы, три баллона, киль накачиваемый. Вот. Ну и Саш, расскажи про свою телеводочку. Ну у нас все гораздо проще, у нас Гольфстрим Мастер, утяжеленный, бронированный, длиной 4,30, НДНДЛ, надувное дно низкого давления. Ну и в чем заключается разрушение всех этих стереотипов? Просто мы вот еще как бы до Хабаровска как бы так поспорили и приехали чисто из-за бутылки водки спорно, что вся. Типа на бутылку водки. Олег мне говорит, говорит, вот у меня мотор 9,9, говорит, для него вот оптимальная длина, вот это у тебя 3,6, да? 3,30. А, 3,30. Мотор не 9,9, а 15, получается. Ну как бы раздушина, но это точно же никто не проверял. И он говорит, вот эта длина лодки самая оптимальная под этот мотор. Я, говорит, ставил этот мотор на более длинную лодку. 3,60, 3,65. И какие проблемы? Она просто тяжелее выходила на Редан. И не едет, да? Да, была проблема с выходом на Редан. То есть ты вроде даешь газу и чувствуется, что мотор, ну грубо говоря, 9,9 раздушенный до пятнашки, он не может выплюнуть эту лодку нормально на Редан, как говорится. То есть выход-то идет сам по себе, но с большим трудом. То есть он затягивается. Вот. А тут мы вместе собрались на рыбалку, как бы Саша показал свою лодку, показал свой мотор. И мы вчера вот буквально прокатились, глянули, и я был немножко ошеломлен тем, до какой степени быстро она выпрыгивает на Редан, как она быстро идет. И мы решили вот все-таки сегодня забиться, поставить мой мотор. На пузыль. На лодку 9,9, который раздушен до пятнашки, с лодки 330, на лодку 4,20. 4,30. 4,30, да? Да, 4,30, да. С надувным дном, которое бронированное, да? Да, утяжеленная лодка бронированная. И посмотреть, как она будет выпрыгивать на Редан. Да, то есть Олег мне говорит, что, и он, говорит, пробовал ставить этот мотор на подлиннее лодки, и, говорит, уже хуже. То есть вот для этого мотора, по его мнению, получается, как бы, ну вот это самый оптимальный вариант, как бы, соотношение. А я, как бы, наоборот, Олегу говорю, что вот этот стереотип чуть-чуть неправильный. И, говорю, если мы этот сейчас моторчик 9,9 воткнем на 4,30, что будет еще даже лучше. Олег говорит, не может быть такого. Ну, я говорю, спорим, короче, на пузырь. И вот ради этого я приехал 600 километров, чтобы вот это вот попробовать. Ну, что, будем пробовать? Давай откроем. Давайте снимаем моторы. А бак там это не подойдет, наверное, да? Да, конечно, он со своим баком пойдет. Стоит, да. Ты прав, чтобы его притащить бы так оттуда, а не подносить. Я его вчера относил, блин. Ну, а я приносил. Ну, что, правильно, что, справедливоство сождествовало. Жора, не спи, вывалишься. Так я-то уже тоже все. Ну, хозяин мотора пусть сам накидывать свой мотор, да? Чтобы не было, как в анекдоте. Да, центральный, вроде. У тебя положение дифферентно на два, да? Да. Давай, Олега, сам протягивай уже. Слышь, Олеж? Давай, накидывай бачок. Идем в ловку. Зачем? Да, сразу было с той стороны просто присунуть и все. Идем в ловку. Ну, винт у нас, скажем так, почти... Ну, вот у тебя скоростной винт, да, Олег, уточни? Один в тушах. То есть, получается, вот еще, чистота эксперимента, это максимально скоростной винт для данного мотора, да? Чтобы все понимали, мотор 9,9, как бы, вроде как раздушенный, но это никто там не проверял, точно нельзя утвердить. Лодка 4,30, бронированная, тяжелая, из толстого ПВХ. И скоростной винт. Саша, я тебе еще такую фишку скажу. Вот этот 9,9, который раздушен до пятнашки, Ямабиси делал пятнадцатую чистую. То есть, вот есть моторы, которые копии Ямахи, да? Ну, давай не будем сравнивать с китайцами. Не, ну, понятно. Просто давай не будем сравнивать с китайцами. Я просто... Были случаи, я говорить не буду, когда вот эти вот моторы, по-моему, Парсум или что, одинакового это, не выводят одинаковые лодки, в отличие от японских оппонентов, как бы. Давай, я чуть-чуть в кроссовочках накачусь, как ты вчера. Давай, давай, давай. Садись на колхан. Ну вот, прошел у нас процесс. Мы быстренько все это в прямом эфире перекинули моторчики. Ты его заведи в полный гелик, отойди, потому что здесь очень мелко стало. Вода упала. Утопите эту Сузуку, это не прекрасные звуки. Не рассказывай. Скорость учили включать. Видите, как хабаровские пацаны учат, короче, белогорских блогеров включать скорости. Держи пять. Вверх вот так вот иди. Здесь места много, не привыкай ноги за борт скидывать на своей маленькой лодке. Надо обязательно поиздеваться над человеком. Ты, наверное, даже сидушку, наверное, сильно, наверное, поглядишь. Ну ладно, давай так, там разберемся, что-то. Ну все. Поперли, пробуем. Ну, пару баб. Пару баб. Смотри, как она идет. Так же на жопе глиссирует. Пару баб. Мой пузырь, пацаны, признайся, мой пузырь. Сейчас еще вешаем человека. Теперь поворачивайся, смотри, как она на фокке поворачивает. Только слотки не выскочат. Все то же самое, брат. Ну вот и все стереотипы. Ты понимаешь? Давай еще пчела вешать. Сейчас так же попрыг в легкую. Так ты иди, ты рано сбросим еще идти до берега. Да, сейчас идем туда направо. Ну давай, на ряда прямо сейчас выскочим. Давай, давай. Все, она на рядае. И что, уже к тебе я иду. Подходи, подходи. Олег, поводы, поводы. Андрей, иди сюда. Вот так вот. Давай, прыгай в лодку. Надо было чего-нибудь помассивнее взять у кого-то. Сейчас еще возьмем. Ну, она что-то в легкую вышла на ряда. Да, конечно, в легкую. Так и должно было быть. Не ожидал. Вот тебе, ты помнишь, сколько вчера споров было? А кто прав оказался? Отводки заходили. Вот, видишь, вот нормально пацаны в 600 километрах приехали. И разрушили стереотипы. Попадаем в кадр? В кадр попадаем? Ну, конечно, у меня все включено, все работает. Ты на меня посмотри, вот сейчас вот посмотри. Все, уже нормально. Все, готово? Да. Легко сейчас выйдет. Все, на рядае, на рядае, да ну нафиг. Смотри, все, на рядае, что-то... Сейчас, да. А ты сиди там, ты там не сиди. Мы на рядае сразу вышли. Сразу вышли? Ты что, еще не понял, что нужно на рядае больше? Сразу? Давай четвертого грузим, сейчас четверых выскочил. Я тебе сейчас показываю стереотипы, чтобы ты в атаке офигел брактелла. Да, Андрюха, еще пригружай, а ты только брызгай, что-то в кабнете, понимаешь? Смотри, она идет, брызгит, носом не запахивается, видишь? На волнах еще чуть-чуть так, тык-тык-тык. И я еще, чтобы тебе не пересел. Сейчас будет это лёд. Сейчас еще одного берем. Выйдет. Все, 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 все. Погоды. Еще один. Миша! Четвертым будешь, четвертым. Олег, видишь, что на косу прям налетел. А Мишка в сапогах зайдешь, Миш? Нет. Зайдет, он оттолкнется. Проходи вот так по желобу. Видишь, банка типа. Давай, толкай и падай. Видишь, как все в легкую, да? Все, 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 ложись. Не, ну мы можем нашу продать. За 200 бабулетов, Андрей, за 200 бабулетов сразу же отдадим. Тогда я продам. Не, вот, не шайник, помнишь, чем я вчера говорил? Вот как ты это? Вот и спорил до срачки там. Это... Стой, Андрей. А, не, ну все. Динамика просто вот. Проверенный вариант. Просто надо учесть то, что вот это все происходит на скоростном винте. На скоростном винте мотора 9,9. Да. Да это просто я сегодня с утра на горшок сходил нормально. Чел 140 килограмм, я 102 килограмма. Ты сколько, Миш? 70. Ты, Андрей? До полтинника. Полтинник? Что, поскакали? Да, поскакали. 67 килограмм. Выйдет, выйдет, выйдет. На Ридане. На Ридане? Да, да, да. Сейчас уже все. Красава. Все владеры тут, слышу, сейчас выйдет, выйдет, выйдет. Все, на Ридане. Видишь? На Ридане, на Ридане бежит. Андрей, иди сюда с носа. Вот сюда сядь. Все, на Ридане, видишь? Нос не цепляет. Смотри, брызги оттуда. Вот, видишь? Чуть-чуть вот так вот. Все. Может, струю режет на скоростном веке. Делай, делай поворот, не бойся. Только плавнее, чтобы с Ридана не свалилась. Газу, 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 газу. Волны. Иди на нос. Не, ну по струе идет на Ридане, да. Тут, кстати, еще прикол в чем. Если этот, дифферент поменять сейчас, то он у тебя, это. Олег, давай на воде сейчас дифферент переставим. Пусть прям... Пусть прям... Нарежем хорошо. Да, да. Даже не смотря, что сколько народу пригружу. Когда на Ридане идет? Считайте, 200 килограмм отсидит. На какой 200? На какой? 120? 100, 102? 140. Да. Саша, мне... 300, 300, 320, 330. Какой? А? 120 и 100. Ну... Ну... 140 и 102. Да. 200... Ну, 250 с вещами. 50. Плюс 70, это 320, и плюс еще... 60. 60. 320, это почти 400 килограмм. 400 килограмм на скоростном винте. На скоростном винте. На скоростном винте. Скоростной винте. Еще планка не отрегулирована. Можно еще на нижнюю, и еще легче пойдет. Видишь, она идет. А ну-ка, а ты на свою лодочку, мы сейчас все сядем, она попрет у тебя столько? Нет. Ну, вот и все стереотипы, понимаешь? Ниже уходи, сейчас опять на банку наскучишь. Прямо туда подходи, вот, где баки. Это еще скоростной винт, и планка еще была, второй этот уровень. 400 килограмм это, на ледах вышли. От себя пошел. КОНЕЦ Ну, что мы подытожим, Олег? Сделайте свои заключительные выводы по разрушению мифов. Какие выводы? Все ништяк. За пузырем-то надо будет загонять, братан. Сгонзаем, сгонзаем. Ну, что, не только у нас такой, что вот практика показала, что вот такой маленький моторчик 9,9, но якобы раздушен до пятнашки, со скоростным винтом. Дифферент мы не регулировали. Сколько килограмм-то, Олег, считал? 400 почти. Почти 400. 400 килограмм, выходит на рядан, вполне приемлемо. Идет, правда, в натяг уже вот-вот на пределе. Но, если, думаю, если винт-шаг поставить средний, то... Да, да, и будет все нормально. Вот и все. Вот и вся любовь. Хотя, по сути, если разобраться, лодка 4,20, но это бредятина какая-то. 4,30. Саня, мы на твоем штурме не ходили. 4, сколько там у тебя длина? На 30-й Ямахи, да? Нас было трое. Не тянуло. Нет, тянуло. Она выходила на рядан, еще загружена, еще лодка была внутри. Она загружена по самым жвахтам. Но все равно, как бы, факт остается фактом. Ну, 400 килограмм. 30-ка Ямаха и пятнашка. Пятнашка, да. И тоже 400 килограмм. Еще винт скоростной. Ну, вообще, очень интересно получилось. Да, конечно, этот факт остается фактом. Вчера, кстати, мы на ночь за рюмкой чая вышли вот сюда ночью с Олегом, наверное, в 12 ночи или в час. И, наверное, в течение часа мы вот по этому вопросу все спорили. Будет ли... Да, пойдет она или не пойдет. Да, пойдет или не пойдет. Нет, мы сначала не думали поставить. Мы просто теоретически спорили. Потом на следующей рюмке чая мы прозрели и сказали, Ахер ли нам спорить, давай мы просто все проверим и все, правильно? Да. Понятно, что, чтобы чай выветривался, подождали утра. Да, 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 да. Выспались, как нормальные люди. Ну, и все, сейчас на свежую голову. Все проверили. Ну, что, другом? Ну, все. На этом, уважаемые, подпис-драйву видео подходит к концу. Всем, кому понравилось, подпишитесь на его канал. С вами был Фишин Гальцев. Рыбалка – это жизнь. И Александр Таймень. Давай, другая. Дружба – это хорошая штука.